Мне очень приятно приветствовать вас в информационном блоке от Славянской Церкви на 8 с 7 дня здесь, в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о жизни служения нашей общины. В эту субботу у нас будет особенное служение, потому что оно будет проходить, во-первых, на природе. Это Хоффман-парк, и тут ниже вы можете увидеть адрес. Ну, а также в этом служении будет служение крещения. Так что всех вас ждем, это будет чудесное времяпрепровождения, общения, общий обед. То есть будет чудесный субботний день. Я знаю, что у нас женский отдел и отдел кухни, и диаконский отдел, они все готовятся для того, чтобы это служение прошло наилучшим образом. Детский отдел тоже приготовит площадку для детей, где после служения они смогут отдыхать вместе со своими родителями. Но хочу обратиться к нашим сестрам, те, кто готовят обед. А я думаю, что все принимают в этом участие, все наши сестры. В Телеграме есть группа, где вы можете выбрать те блюда, которые вы готовы приготовить и принести на эту встречу. Если же вы не в Телеграме, то обращайтесь напрямую к Любе Чернычко. Вот ее номер телефона, и вы можете спросить, каким образом вы можете принять участие в этом мероприятии. Или же готовьте что-то сами, но чтобы вы знали, что вам надо готовить этого чего-то, как минимум 5-литровую кастрюлю, чтобы было на всех людей, которые будут там присутствовать. Так что ждем вас, это будет чудесное время Явэ. Уже сегодня, в 6 часов вечера, наш клуб Искателей Приключений празднует свой выпускной вечер. Заканчивается очередной цикл, начинаются летние каникулы. Так что ждем всех Искателей Приключений, их родителей, наставников, руководителей. Это будет чудесный вечер. В следующую субботу, тоже в среду, вернее, в следующую среду, тоже вечером, только в 7 часов вечера, будет выпускная встреча клуба следопытов. Так что ждем всех следопытов, их родителей тоже и на той встрече. У нас открыта регистрация на летние лагеря. Наконец-то мы подготовили форму для регистрации. В описании к этому видео вы можете увидеть линк, перейдя по которому, вы попадете на форму регистрации. Или же можете использовать QR-код, который вы сейчас видите. Перейдя по нему, вы тоже сможете попасть на регистрационную форму. Там вы получите ответы, думаю, на все вопросы. Есть там такой момент, на который я хочу обратить внимание. Вот там есть три способа формы оплаты. Вы можете оплатить с помощью PayPal, можете оплатить с помощью Venmo, или же принести кэш. Надо нажать на определенный линк, и вы попадете в систему оплаты. После того, как вы оплатили и получили подтверждение, что вы оплатили, вам надо сделать скриншот на телефоне вот этого подтверждения оплаты. И ниже уже в самой форме регистрационной, то есть фотографию сохранить в альбом, и в самой форме регистрационной нажать кнопочку «Загрузить», выбрать ваш файл, загрузить его, и это будет подтверждение того, что вы оплатили. Если же вы оплачиваете кэш или планируете принести наличные, то вам надо выбрать соответствующий, поставить соответствующий значок там в квадратике, сделать скриншот вот этой аппликации, и уже этот скриншот загрузить как подтверждение вашей оплаты. Если будет что-то сложное, обращайтесь к вашим детям и внукам, они вам точно поможут, помогут, или же пишите мне, мы тоже постараемся вам помочь в этом вопросе. По сути, это все объявления в нашем информационном блоке. Хочу попросить вас и дальше молиться за нашего брата Олега Колбача. Мы молимся за всех, кто постарше в нашей церкви, кто нуждается в поддержке физической, потому что возраст делает свое, я об этом время от времени вспоминаю, потому что общаюсь с людьми в этом возрасте и понимаю, насколько нужна Божья поддержка в этом периоде жизни. Ну и, конечно же, мы продолжаем молиться за окончание войны, войны в Украине, на Ближнем Востоке, и всех конфликтах, которые есть в этом мире. Хотелось бы, чтобы Христос пришел как можно раньше, чтобы все эти беды прекратились уже. В заключении хочу прочитать текст, это Псалом 129, 5 стих. С нетерпением ожидаю ее Господа, всей душею своей ожидаю Его, на Слово Его уповая. Пусть Бог придет как можно раньше, а мы не перестанем уповать на Его Слово. Всего вам наилучшего, дорогие друзья, и до встречи уже в следующую субботу.